В Свердловской области в городе Верхотурья в 2014 году произошло расселение аварийного многоквартирного дома. Но жители данного дома узнали об этом только в конце 2016 года. Вот такой вот сюрприз под Новый год. На сайте администрации по переселению граждан указано, что до 1 сентября 2014 года ваш дом уже расселен. На сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, ваш дом был расселен? Вы получили какое-то жилье? До сих пор так и живем в этом же доме. Вы сами видите, где мы живем. Спасибо. Источник информации о расселении жильцов аварийного дома, который находится по адресу улицы Гагарина 1, находится в открытом доступе в интернете на сайте администрации по переселению граждан. На сайте указана следующая информация. По аварийному дому завершено расселение в отчетный перевод до 2014 года включительно. Год признания дома аварийным – 2010. Заявка на переселение – 8 920 000 рублей. Это важный, ключевой момент данного видео. Прошу обратить на него внимание. Переселено жителей 11 из 11 человек. Год фактического расселения – 2014. Согласно данной информации, дом был расселен еще два года назад, в 2014 году. На расселение было потрачено почти 9 миллионов рублей. Сегодня уже начало 2017 года. Жители данного дома продолжают жить и официально числиться в своих квартирах. То есть фактического расселения произведено не было. Надеюсь, прокуратура проверит достоверность данной информации. То, что расселение не произошло, для меня, к примеру, это очевидный факт. А вот информация о почти 9 миллионов рублей, которые должны были пойти на приобретение нового жилья для жильцов аварийного дома, нужно обязательно проверить. Многоквартирный дом на Гагарина-1 был возведен в 1957 году. 15 декабря 2010 года дом был признан аварийным. Степень износа дома на тот момент составляла 75%. Дом давно уже прогнил, и с каждым годом все больше и больше врастает в землю. Высота под поле. Вот она, высота под поле. Дом врос, получается, дом у вас врастает в землю, да? Да, да, да. Фундаменты давно уже... Вот, вот, балк, вот, на чем стоит, вот она, упора. Она сгнилась вся, вот она. Вижу, вижу, вижу. Да, видно, хорошо. Вот, все. Фундамента давно уже нет. Все сгнило. А его не было никогда. Его никогда не было. Вот оно, вот оно под поле, все. Во всех квартирах на стенах и потолке имеется множество трещин. Во многих квартирах пол находится в искривленном состоянии. Также стоит отметить, что дом просел на одну сторону. Поэтому, если, к примеру, сесть в кресло с колесиками, то можно в буквальном смысле укатиться к окну. Дом жутко холодный. Дует со стен и пола. Расскажите, пожалуйста, про температуру в вашем доме. А вот в комнате, вот градусник стоит, наверное, градусов 12, не больше, вот градусник. А на кухне только бывает до 20 градусов. Два раза топлю печку. Два раза топлю печку. Как я понимаю, дом прогнил уже и дует уже, чувствую, даже встает. Если вот убрать палац, так вы испугаетесь, что-то вон там прогнило. Вот здесь угол у меня прогнил. Вот здесь угол прогнил. Там вот около печки все прогнило. Это был комментарий Лидии Ивановны, ветерана труда с 50-летним рабочим стажем. С момента получения статуса аварийного жилья с 2010 года, домовладельцы обращались к местным властям с вопросом, когда они могут рассчитывать на новое жилье. Но их вопросы оставались без ответа. С весны 2016 года жители дважды через прокуратуру обращались в суд с заявлением на бездействие администрации в отношении их дома. Суд дважды требовал решить жилищный вопрос жителей аварийного дома. Но действий от администрации города жители до сих пор не дождались. На сегодняшний день очень многие веркотурцы нуждаются в улучшении жилищных условий. Ветхого и аварийного жилья становится все больше и больше. А переселять людей некуда. Но в данном случае домовладельцы многоквартирного дома на улице Кагарина 1 уже были расселены 1 сентября 2014 года. Но только на бумаге. Так указано на официальном сайте администрации по переселению граждан. На том же сайте в графе стоимость приобретаемых помещений указано 8 924 800 рублей. На эти деньги должны были приобрести новое жилье. Надеюсь правоохранительные органы проверят данную информацию. Ведь никакого фактического расселения не было.